Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 20 мая, уже 20 мая, считаю, что май позади. Весь май я вам показывала, что я высаживала, высаживала, высаживала. Вот сейчас высаживаю по закоулкам, осталось еще немножко. Вчера даже позволила допустить себе прогул, но это только из-за того, что из-за аномальной жары на нас напали, атакуют колорадские жуки. Я вам показывала помидоры в дырочках, сначала не могла понять, но потом поняла, что это колорадские жуки. Но когда я вышла на участок с нашей картошкой, он участок небольшой, но все равно мы садим для раннего употребления, а на зиму потом покупаем. У нас нет таких площадей, чтобы выращивать на всю зиму картофель, но все равно вот этот ранний картофель, он нам нужен, ценен, я за ним ухаживаю. И я увидела, что на каждом, вот она не так давно взошла, эта картошка, сейчас покажу вам, на каждом кустике картошки по 6, по 8 колорадских жуков. К яблони подошла, там гусеницы, сейчас тоже покажу. И, короче, пришлось вчера с 6 утра до 8 делать обработку и яблони, и всех картофель, вот этих каждого картофельного кустика. А потом, конечно, борьба у нас с засухой, вот хорошо здесь капельный полив, где еще нет капельного полива, со шлангом весь день вперед. Но сейчас я вам покажу насекомых, это самая актуальная тема вот этого дня у меня, что насекомые-вредители из-за аномальной жары раньше времени атаковали нас, а мы были не готовы к этому. Я не ожидала, что в мае придется уже делать обработку от колорадских жуков. И вот у меня еще спрашивают про другого насекомого-вредителя, про белокрылку, потому что в прошлом году у меня была белокрылка, и люди сказали, что если тепло, рано тепло, то она уже должна проснуться. Но я ни одной не видела, ни на улице, ни в теплице. Обычно же в теплице в первую очередь она появляется. И вот вчера, так как здесь капельный полив будем укладывать только в эти выходные, потому что это муж занимается, и он в один выходной не может везде мне установить капельный полив успеть. И вот эта теплица осталась в последнюю очередь на эти выходные. И вчера я тут поливала все шлангом. Обычно, если когда белокрылка есть, когда ходишь, шевелишь кусты, хоть одна да вспоркнет. Вот вчера я очень долго время провела здесь, ну, конечно, и подвязывала, и посынковала попутно все. Ни одной белокрылки не увидела. И это позволяет мне надеяться, что у меня в этом году белокрылки нет, что она все-таки в прошлом году вся уничтожилась. Как-то, может быть, морозом последние экземпляры умерли, и мои обработки помогли уменьшить количество вот этих белокрылок, численность ее. Но в этом году ни одной белокрылки пока нигде не вспорхнула ни на улице, ни в теплицах. Вот с вами сейчас разговариваю. Увидела какую-то интересную помидорку. Ой, видите уже? Вот это вот мои иностранцы новые какие-то. Надо посмотреть в тетрадке, что это за сорт. Какой-то полосатик вырастает. И проходя вот так по огороду, пока я иду до картофельного поля своего, я еще раз убеждаюсь, что нынче, видите, погода была так заманивала, вроде теплая. Кто-то боялся высаживать рано, кто-то нет. Но я могу сразу сказать, кто рано высадил, тот скорее всего, наверное, в этом году выиграет. Потому что вот сравнивая посадки, которые более поздние и которые я сделала ранние, помните, в холодное время, они, конечно, вот эти выгодно отличаются. Все уже увешаны томатами, вот этими завязями молодыми. И уже в таких размерчики-то такие хорошие. Я вам показывала, видите, не раз вот эти вот, которые, ну, в самую первую очередь высадила. И вот так, идя по огороду, я вижу, что чем раньше высажен, тем лучше, потом средний. И вот последние, которые высадка была в самую жару, конечно, они выглядят похуже, они долго будут привыкать к этой жаре, адаптироваться, она не дает им нормально развиваться. Но вчера опять было 28. Вот сегодня чуть-чуть нам повезло, выставлен прогноз 24 градуса, а завтра дождь. Ну, по прогнозам синоптиков, я очень рада буду, если будет дождь. Ну, короче, в этом году, скорее всего, выиграл тот, кто рискнул и кто высадил в самые-самые ранние сроки. Оказалось, что целый месяц, который дальше мы боялись, ожидали мороза, ничего плохого не было. Ни морозов, ни заморозков. Еще хочу поделиться с вами своими волнениями. Меня волнуют вот эти томаты в первой теплице с подогревом. Я же никогда в жизни высокие грядки, как абордюренные, не пользовалась. А тут из-за подогрева грунта мы подняли немножко их. Да, все пишут, что на поднятых грядках и грунт быстрее весной прогревается, и не так холодно, даже без подогрева. Но проблема в том, что вот эти высокорослые томаты, они и так высокие, а еще при посадке мы их подняли выше. И видите, май месяц, у меня они уже доросли почти до потолка. Что с ними дальше делать? Скорее всего, их придется, конечно, фу, ой, шмель, подождите, вкусит сейчас. Блин, шмеля, боюсь. Короче, вот кто дорос, видите, уже уперся. Скорее всего, придется их прищипывать. И получилось, что вот эта грядка возвышенная, она немножко... Мне тут одна зрительница писала, когда я сказала, вот будет 5 кистей у ботяни, и все. А она, не помню фамилия, имя, она сказала, ну теперь у вас, раз вы раньше высадили на месяц, у вас есть возможность вырастить большее количество кистей, например, 7 или 8. Я с ней вроде согласилась, да, по срокам же он июнь, июль, еще август может плодоносить. Я просто не подумала о том, что теплица ограничит ему рост. И вот эти 7 или 8 кистей, он просто физически не сможет мне завязать, выносить, там, созреть. Не знаю, если у кого-то есть высокие грядки, что вы делаете с эндотерминатными томатами? Они же вот очень быстро, там, раз, два, три, хоп, и уже потолок. Не знаю, придется, наверное, прищипывать на более короткой высоте. Вот в прошлом году у меня росли до самой осени, но считайте, еще это 30 сантиметров же вот грядка забрала. И потом на самой высоте были все-таки томаты. А нынче, вот видите, у меня май, а они у меня уже все. Но единственное радует, что внизу-то, как хочется сказать, полным-полна коробочка. Прямо они все увешаны томатами. Возможно, ну а тут уже все, видите, он дорос, вот это будет последняя кисточка. Не знаю, посчитаю, какая она по счету. Но, возможно, им и этого хватит. Как говорится, не к небе Бога, хоть бы до этого дошло и все, завязалось и выносилось. И то было бы хорошо. Просто жалко, что вот он еще вовсю прет. У него еще там кисти цветочные, то есть эти завязи. Придется его все-таки, наверное, прищипывать. Из-за аномальной жары я даже не успела оглянуться. Видите, и лук суворова уже отцвел. Вот они, семена, дети суворова. Нынче постараюсь собрать их. Ну, конечно, ни о какой продаже речи быть не может. Просто буду вкладывать бесплатно в каждый заказ. Потому что отдельно, конечно, сразу скажу, что отдельно высылать только одни семена лука суворова я не буду. Это проблематично. У нас технические возможности почты не так велики. Много заказных писем они не принимают даже от лиц. Все, ну, семена все-таки хотя бы для своих заказчиков я постараюсь собрать. Видите, уже все. Теперь их можно, наверное, чуть-чуть сейчас и можно на просушку укладывать. Здесь на чердак положу, и они там сами дозреют, выщелкнутся. Хочу показать вам яблоню, из-за чего я начала обработку. Но я и так говорила, что с цветочками обрабатывать не буду. Вроде пчел жалко. Но видите, у нас уже яблоки полноценные. Вот по молодой завязи можно делать обработку. Как я делала, я после этого видеоролика специально сниму отдельный видеоролик. Обрабатывала простым средством, Инта-ЦМ, всегда им обрабатываю. Вот смотрите, я ужаснулась, когда увидела. Подошла вот у нас в трех местах, три локации на яблонях. Вот такая, хочется сказать, прям хрень. Вот смотрите. В паутинном, в каком-то вот клубочке, видите, подошла, и там кишит вот эти вот гусеницы. Вот сейчас они дохленькие, они сейчас мертвые и без движения. А вчера я подошла, и вся вот эта вот колония, семейство, она вся там шевелилась, кишила. Мне чуть ли плохо не стало. Я даже лист этот обрывать и выбрасывать не стала. Мне стало так противно вообще. Видите, они с черными головками какие-то. Ну, в видеоролике про обработку яблони я расскажу про них отдельно, покажу, прям отщипну их, сниму. Но дело в том, что вот такое увидела. Потом в другом месте увидела, что уже тлю муравьи нанесли. Видите, лист коробится и начинает сворачиваться. Особенно молодые вот эти листики. Я вот так развернула с той стороны, там уже тля. И дружные муравьи уже, как во многих местах, там-там-там расселили. Я решила, что нужно срочно обрабатывать. Вот вчера обрабатывала всю эту яблоню. Гусеницы умерли сразу, прямо у меня на глазах. Ну, а про тлю. Тля должна покушать же, этот сок попить, потом уже умрет. Тлю, конечно, у меня нет возможности всю проверять. Ну, судя по гусеницам, значит, препарат подействовал. И вот хочу показать вам картошку. Вот о чем я говорила. Она только-только вылезла. Видите, все листья уже объедены. Все обожрали. Вот он валяется, колорадский жук. После вчерашней обработки. Я вот сейчас иду, хочу посмотреть, трупики. Умерли они или нет? О! Вот смотрите, вот это как раз то самое, о чем я вам говорила. Картошка еще никакая. На каждой картошке по 4, по 6, по 8. Надя, что творится, да? Колорады нападают на нас. И вот она же буквально вот только-только высунулась. Листьев уже почти нет. Это здесь ладно, там дальше есть еще сильнее. Но вот раз они умерли, значит, этот препарат Инта-ЦМ по-прежнему работает. Дешевенький, проверенный временем. Надя, ты здесь не ходи. Уйди. Вот сейчас, показав вам картошку, увидела еще одну клумбу моих цветов, которую муж вчера спилил. Я сегодня утром уже поплакала, потому что вчера вечером после работы я уже ушла отдыхать. Муж взялся, помощник, взялся покосить траву вокруг дома везде и зашел и сюда, в ограждение, скосил все мои флоксы. Я утром увидела, была в шоке там. Ну, много чего скосил, аквилегия там была. Я, короче, породала уже утром. Сейчас выйдет к картошке, но немножко успокоилась. Сейчас увидела, что еще одну клумбу он скосил. Вот здесь вот видите, безжалостно скошенные ирисы. Вот они валяются. Вот, это помощники такие у меня, поэтому я их в огород не запускаю. Никогда. Сегодня уж хотела вообще объявить бойкот, никуда не выходить. Я не знаю, как это можно. Вот здесь вот была такая грядочка, они уже зацвели бы. Хорошо, хоть вот эту колонию и лилий не спилил, не срубил. Но тут уже явно видно, что цветы... А те цветы, которые он не различает от простой травы, скошены все на лысо. Я не знаю, что я нынче буду делать. Но это ужас. Я утром встала, посмотрела и в шоке. Снова захотелось лечь в постель навсегда. Вот хожу сейчас, осматриваю и подошла к луку. Когда я говорила о пользе осенней посадки лука, я упоминала, что вот осенним под зимым посадкам весной не страшны ни засухи, ничего, потому что они с осени уже укореняются и корни туда вниз сильно-сильно углубляются. И вот это видно по луку, потому что кто высаживал весной нынче, то есть 2 недели назад, 3 недели назад, 5 мая обычно высаживаем, у них он засыхает, почва пересыхает, им приходится ежедневно, каждый-каждый день поливать. Вот этот лук, я скажу вам честно, не поливала ни разу. Вот первый раз вчера, позавчера полив поставила я сюда брызгалку. И он прекрасный, зеленый такой, не засохший и уже взросленький. Вот это вот у меня под зимой посадки лука. Ну вот это вот чеснок у меня посеян бульбочками, тоже с осени, ему тоже не нужно никакого ухода, только прополка. Я вот весной прорыхлила его, и теперь все, буду только полоть, и естественно, нужно следить, чтобы он не засох, потому что они маленькие, вот когда они станут, это будут однозубки такие, из которых можно в осень посадить и получить на будущий год полноценную луковицу. Ну мы, однозубки я использую и в осенние заготовки. Сын у меня любит, потому что их чистить не надо. Раскроешь, она вот такая кругляшка чесночная. Тоже выглядит хорошо. Вот этой аквилегии повезло больше. Муж не успел ее уничтожить, но это только потому, что она уже расцвела, и явно видно, это цветок, это не трава. Из-за той же аномальной жары у меня уже расцвели пионы, и очень жаль, я уже знаю наперед, по опыту предыдущих расцветших цветов, очень жаль, что нынче они отцветут очень быстро из-за жары, потому что такая жара, вот вы видели, и нарциссы, и тюльпаны, и все-все другие цветы очень быстро отцветают. 28-30 градусов, которые опять после завтрашнего дня у нас начнутся, они вот этим листочком, они как бы, они как опаленные стоят. Жалко, конечно. Для сохранения, короче, их проще срезать, унести домой, дома не так жарко, и в букете они простоят намного дольше. До пионов тоже муж не добрался, но в те годы, когда он жил первый год у меня, сразу скажу, три, по-моему, куста пиона, он уничтожил сразу. Я вообще хотела вплоть до развода с ним. В воду хотел колонку установить, и все цветы, которые в округе, на 10 метров от этого места, он все искоренил, уничтожил все. У нас вечная борьба из-за этих цветов. Не признает, не видит, не отличает вообще цветы и траву. Не могу не зайти в чудо, в теплицу, это же новый объект. Как им тут хорошо, им тут нравится, днем тенечек. Вчера мы опять с жары умирали, и с утра, так как делали обработку от колорадских жуков, я, конечно, устала, потом поливала, и даже вчера видеообзор не делала, а вот сегодня зашла и увидела, что они прямо здесь в тенечке, хорошо. Они намного лучше пережили вот эту вот высадку в жарких условиях. Я уже вам говорила, что тут от жары тенек, ну, как бы не то, что тенек, рассеянный солнечный свет, ни солнечных ожогов, ничего у них нет. А вот на черной ткани, где я высадила, там солнечные ожоги на листиках, на некоторых есть. Ну, и, конечно, восприяли духом все томаты, буквально все, которые находятся в уральской теплице. Тут у них еще более комфортный климат, чем в чудо-теплице, потому что вы видите там отверстие, дыра, там дыра, окна, двери открыты со всех четырех сторон. И тут заходишь, когда днем, тут нет ощущения именно теплицы, когда заходишь и сразу хоп, как в духовку. Даже при 28 градусах, вот, конечно, эти сквозные отверстия со всех четырех сторон, они большой плюс для теплицы. Посмотрю, как дальше будет. Но здесь, если у меня в первой, где с подогревом, ну, я буду называть, чтобы отличать, где та, которая с подогревом, когда заходишь днем, там верхушки прям крутятся у помидор. Вот они уже не знают, куда спрятаться, как листики вот так вот свои молодые скрутить, чтобы поменьше, ну, как жара не душила их. Здесь никогда я, вот сколько захожу, скрученных верхушек я не вижу, потому что, ну, вы понимаете, все, кто знает, что значит проветривание, и так воздух идет, и так. Тут не застаивается воздух, я думаю, что здесь для помидор будет более комфортное условие, чем там, где у меня вот варочных. Сегодня, мы вчера нагнули крючков, сегодня будем вешать за тросики и уже подвязывать. Завтра уже, возможно, вы увидите хотя бы одну линию вот этих ниточек, или как там называют, на шпалерах. Оказалось, что еще какие-то крючочки же надо, потому что это очень высоко, мы долго думали, как сделать, но вот нарезали проволоки и крючки сами с сыном вчера, я показала ему образец, чтобы он нарезал и крутили. Так, еще что-то про эту теплицу хотела сказать и забыла. А! Про воду спрашивали, что вот вылили вы целый этот куб воды, я все-таки куб этот вылила первый раз, первый полив должен быть хороший основательный, потому что до этого они много страдали, и там один зритель или зрительница, не помню, написали, о, 700 литров воды, это помидоры, будут золотые. Ну, я вам сразу скажу, что они не будут здесь золотые, у нас вода автономна, со скважины, мы от водопровода давно отказались, потому что иногда там так хлорируют, что пить невозможно, ну и для себя, и вообще, и там нет напора, и там очень дорого летом, там полив сотка, сколько-то берут, много-много, выходит, несколько тысяч приходится за лето оплачивать, а здесь мы один раз установили станцию, артезианская, вот эта вода, она и по качеству лучше, уже нет, мы забыли, что такое накипь в чайнике, нет никаких вот этих примесей вредных, и поэтому нам может быть проще, да, потому что у нас вода бесплатная, я вот сколько накачаю, сколько захочу, столько и накачаю, ну, а с другой стороны, если считать воду по деньгам, если вам жалко для томатов воды, а как во время жары все равно поливать, что через куб поливать, что через лейку поливать, что через шланг поливать, все равно это, конечно, выходит, наверное, дорого, я не знаю, если платить, но тут я вот о деньгах тут уже не думаю, главное, чтобы они не погибли, потому что вот эти вот козулы, мне так нравятся, я их напоила, они стали такие толстые, мясистые такие, или прям как пальма, вот мне сейчас только вовремя их подвязать, потому что они уже накрениваются, ну что, что, но деньги на воду я точно высчитывать не буду, потому что это самое главное для них, ну представьте, 30 градусов жары, я зайду, они вот такие вялые, а я такая скажу, потерпите еще немножко, вы свой лимит уже выпили, я вам не могу дать на этой неделе больше воды, ну, издевательства с растениями, нет, конечно, и куб я решила после всех комментариев зрителей все-таки не красить, потому что у кого он уже есть или кто видел покрашенный, говорят, что он потом облазит, шелушится, это очень некрасиво, посоветовали черный чехол или черной пленкой полиэтиленовой обмотать, чтобы вода не цвела и чтобы быстрее прогревалась, я скорее всего агроткань смастерю, чтобы можно было чехольчик одевать, еще был вопрос, о дырке, вот, которую вот мы, откуда мы, ну, как сделали проводку-то, в кубе, вот такой вывод есть, тут есть кран, тут есть вывод, но он широкий и большой, а муж сделал того диаметра, который нам нужен, вот, дополнительному, короче, в большой дырочке, он сделал маленькую дырочку в пробке, и тогда уже, вот это вот, все уже наше, надюши, одобреешь, котята все расползлись по дому, уже по всем комнатам ходим, мы теперь ходим как по минному полу, она же со мной весь день в огороде, если я зайду быстрее ее, и боишься наступить, чтобы не мявкнула, там что-то маленькое не раздавить, все, вот про куб, я ответила, про это, писала одна зрительница, и еще, про большой объем, правильно мне говорят, у вас же он не будет застаиваться, дело в том, что мы сделали вот этот большой куб, не только вывод, вот на эту теплицу, но и еще в одно место, видите, труба пошла, 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 она идет в огород, на ту плантацию, которую между теплицами, между теплицей и домом, так что вот этот куб большой, у меня будет поливать два участка, их можно открыть, краны одновременно, можно открыть порознь, муж со мной посоветовался, как тебе удобно сделать, я говорю, конечно порознь, потому что там может быть дождь, и может быть не нужен будет полив так часто, а здесь дождя нет, и тут-то я буду поливать почаще, вот мы сделали так, хочешь поливай две плантации, вот теплицу и рядом, хочешь поливай отдельно, это очень удобно, особенно когда вот такая жара, если две плантации поливать, открываешь все краны и уходишь, вот на две плантации, тысяча килограмм, тысяча литров, это само то, потому что 4-5 литров воды во время цветения и завязывания плодов нужно томатом, и вот здесь у меня если 100 томатов, значит 500, я сюда и страчу, ну а остальные 500 на улицу, и вот сейчас это как раз тот период по фазам развития растений, когда томатам нужен усиленный полив, вот они сейчас цветут, у них уже маленькие помидорки завязываются, в фазе налива вот этих плодов, налива помидор, нужно 4-5 литров на каждое растение, представьте, если бы мне сюда нужно было 500, и там тоже, видите вот за стеклом, там тоже такие же, это мне нужно было бы налить или вытаскать как лейками или шлангом 5-200 литровых бочек, конечно это сложно, и поэтому я вот эти маленькие бочки, которые стояли, здесь же была маленькая 200 литровая бочка в прошлом году, у теплицы, которая обрушилась, это очень неудобно, я только целыми днями ходила, наливала эти бочки, наливала, 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 это очень сложно, иногда забудешь, я уже запутаюсь, одну бочку я вылила, или две, или это уже третья, вот этот бак для меня выход, это облегчение моего труда, вот сейчас их нужно поить и поить, потом, когда плоды нальются, и когда они уже будут входить в фазу созревания плодов, тогда уже мы уменьшаем полив, а в августе, вот в открытом грунте, многие вообще уже не поливают, для того, чтобы они, плоды были не водянистые, а сладкие, но об этом будем говорить позже, сейчас им нужен усиленный полив, особенно в такую жару, как у нас, ну, 28-30, это очень много, они не должны страдать от жажды, у меня вот в теплице номер 2, уже негативные последствия такой жары, я вчера увидела, когда посынковала, поливала, не все цветочки в кистях опылились, некоторые, но вы знаете, что жара 30 градусов, и выше 30, это плохо для томатов, пыльца стерильно, не завязываются там плодики, цветочек оцветает, засыхает и опадает, и вот такие случаи я уже увидела у себя в теплице, поэтому в этом году нам эта аномальная жара не только радость принесла, как я посмотрю, но и разочарование, как огорчение, и вот это нашествие колорадских жуков, и вот эти не полностью опыленные кисти завязываемые, ну, томатов, конечно, хватит, но просто жалко, что вот на первой, на второй кисти, где самые крупные томатики, я вчера смотрю, цветочки пустые, без завязи, конечно, это все жара. Хотела показать вам, недоопыленные цветочки, да еле нашла, они же отпадывают, вот смотрите, если нижние кисти, которые в период в холодной завязались, вот они они, они почти все, ну, по многу плодов, то вот сейчас, те, которые сейчас цветут, и которые сейчас в жару, ну, в период вот этой аномальной жары, а жара у нас уже больше месяца, видите, вот эти пустые, все, томатики отцветают, не опыляются, и опадают, и сейчас на другом тоже покажу. Вот видите, вот кисти, которые сейчас, нет уже, цветочек отцвел, и ничего нет, хотя на нижних ярусах, более продуктивные они, там много, когда вот такой жары не было, там много завязи, много помидорок, и вот вниз заглядываю я, сейчас, подождите, прокручусь, ой, вот на нижние ярусы смотрю, тут помидорок много, а на верхних, вот сейчас, вот, так, сейчас найду вам пустой цветочек, ой, ну, здесь, здесь не под, не подступится, ну, короче, вы видите, вот, был цветок, отцвел, все пустое место, не опыляются, частичное опыление, какие-то опыляются, какие-то нет, это все жара, вот еще такая же кисть, видите, все, цветочки были, плодиков нет, вот так, что мы имеем на 20 мая, имеем три основных проблемы, лично у меня, вот жара, которая дает неполное опыление томатов в теплице, кстати, на, в открытом грунте лучше опыляются, потом, насекомые вредители, которые атакуют, раньше времени, которые застали нас распылить, плохо, где это видано, чтобы в мае травить жуков, всяких колорадских, и на яблонях, гусениц, всяких плодожорок, и третья проблема, это муж-истребитель цветов, более 30 лет исправляю мужа, чтобы он не истреблял цветы, бесполезно, колорадских жуков хоть чем-то можно взять, этого ничем никак, поэтому я его очень часто отпускаю на рыбалку, летом, чтобы сохранить хотя бы остатки растительности в своем огороде, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, ну, совсем мы справимся, конечно, но недостаточное пыление, ладно, кисть одну потеряем, там дальше вроде у нас прогноз 24-25 градусов, это уже более-менее, потом жуки, ножиков вытравим, ну, а муж, будем почаще его отправлять на отдых, куда-то подальше от дома, все, до свидания, кстати, когда сказала про мужа истребителя цветов, и в голову забралась такая мысль, думаю, надо проверить хосты, в прошлом году у меня было еще большее потрясение, он у меня осенью скосил все вот эти мои хосты, потому что для него что хосты, что лопухи одинаковые, и я вот сейчас вышла с опаской, думаю, не дай бог, опять здесь лысая грядка, у меня нет хост, но нет, слава богу, хосты на месте, ладно, можно дальше жить тогда.